В этой же традиции просветительства выступали бомж и поэт Алексей Константинович Тавстой, философ Владимир Соловьев и целые плеяда поэтов-младых символистов. Вы что, не читали? Почитайте обязательно. Да я уж вам сейчас и сам зачитаю. Вот. На преодоленных трудностях росла душа советского человека. В архетипах русской культуры есть тени вам по крови, Богородицы. Татьяне вам, которые знаменуют общину, жить миром, идеалом справедливости. Прошло только что столетие Октябрьской революции. И вот подоспел разговор о том, действительно ли была, так сказать, непреодолимая преграда между советским и дореволюционным периодом. Что действительно составляет суть культурной матрицы России. И вот этот разговор мы сегодня вынесли. Но если вы заметили, мы вынесли его не просто так, а вынесли его с акцентом художественным. Не потому что о России, о философии нельзя говорить сухими словами. Надо петь про это песни. Надо это выражать в танце. Надо это выражать какими-то театральными способами. И, конечно, видеофильмом. И все это было сегодня представлено. И мне кажется, это произвело свое впечатление на людей. А почему надо ходить на такие мероприятия? Потому что душа иногда просит подумать, порефлексировать о чем-то очень важном для русского человека. Вот так и живут в российском триковоре три великих цвета русской истории. Синий, красный и белый. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ